Это Красная Горка – единственное место в стране, где тюльпаны сохранились в огромном количестве. Живой ковёр раскинулся на десятки гектаров. Посмотреть на завораживающее весеннее цветение ежегодно приезжает много туристов. Питер Вис родом из Голландии. Здесь его интересует буквально каждый цветок. Мужчина признаётся, что у себя на родине, где огромное разнообразие тюльпанов, таких никогда не встречал. «Я первый раз вижу такие дикие тюльпаны, очень красивые. У нас в Голландии есть большие поля с тюльпанами, но они не такие. Если верить истории, нам их привезли из Турции». В этом году из-за долгой прохладной погоды краснокнижных тюльпанов значительно меньше, чем обычно, говорят специалисты. Но окунуться в атмосферу цветущей весенней природы всё-таки можно. Увы, народная любовь порой бывает плачевной не только для цветов. Любителя бесплатных тюльпанов задержали в Байдебекском районе. Мужчина сорвал цветы, занесённые в Красную книгу. Шесть цветов теперь ему могут обойтись почти в 9 миллионов тенге. «В Красную книгу Казахстана занесены 34 вида тюльпанов, в том числе и наши тюльпаны Грейга. За срыв цветов предусмотрена строгая уголовная ответственность. Также предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 3000 мрп». На полях, утопающих в цветах, полицейские теперь прогуливаются часто и не только потому, что тронуты такой красотой. Специалисты уверены, людям надо разъяснять, что эти цветы рвать нельзя. Тюльпаны Грейга даже в вазе с водой проживут чуть больше часа, а на месте сорванного цветка ещё лет 10 не появится новый. «У нас каждый раз здесь проводятся рейдовые мероприятия, присматриваемся на территорию. Здесь пост поставить официально в ближайшее время, чтобы посмотреть на эту территорию». Лет 10 назад тюльпанов на Красной Горке было гораздо больше, говорят специалисты. Поля буквально горели красным цветом. Теперь уникальную степь будут усиленно охранять, особенно те две недели, когда идёт пышное цветение.